МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пришел день оплаты, вломились в квартиру арендодателя, избили его, забрали бытовую технику, два мобильных телефона, заодно прихватили и банковскую карту. Хозяина заставили назвать пин-код. В ближайшем банкомате злоумышленники сняли 40 тысяч рублей. Когда троицу задержали, выяснилось, что у подозреваемых несколько судимостей за кражи, грабежи, а также особо тяжкое преступление. Поймали в Новосибирске и совсем юных нарушителей. Молодым людям всего по 17 лет. Однако один из них уже был судим за грабеж. Причем дуэт подозревают в аналогичном преступлении. Жертвами становились прохожие, которые вмиг лишались телефонов, украшений, наушников и других личных вещей. Пока в деле четыре эпизода, но следователи уверены, что потерпевших гораздо больше. Так что если вы пострадали от рук задержанных, звоните в полицию. В Бердске задержали бомжа за разбойное нападение с ножом. Фигурант в конце апреля ворвался в офис микрокредитов, расположенный на улице Ленина. Угрожая кассиру предметом, похожим на холодное оружие, он забрал больше 20 тысяч рублей. Правда, когда злодей попался, деньги он уже успел потратить. И практически за такое же преступление будут судить уроженца Узбекистана, которого поймали в Новосибирске, можно сказать, с поличным. Фигурант с приятелем, которого следствие так и не установило, напал на администратора интернет-клуба. Подельники забрали 15 тысяч рублей. До этого молодые люди проиграли в автоматы почти все свои деньги. Обвиняемый сразу во всем сознался. В ближайшее время его дело рассмотрит железнодорожный суд. К другим темам запрещенные подарки на майские праздники не дошли до арестантов новосибирских колоний. Даже дорогая техника и богатая фантазия отправителей не помогли. Посылку для одного из осужденных, отбывающих наказание, в 18-й колонии передали 1 мая. В продуктовый набор входили обычные на вид финики. Но запах провизии заинтересовал служебного пса. Кинолог с собакой дежурили прямо в комнате приема передач. Инспекторы проверили подозрительные сухофрукты и нашли в них порошок, похожий на героин. Адресат необычного кушания, он, кстати, как раз сидит за хранение наркотиков, уже во всем признался. Якобы мужчина сам попросил знакомого принести ему зелье, без которого не мог обойтись. А уже на следующий день похожая история произошла и в Тагучине. 2 мая 2020 года в исправительной колонии номер 14 защитная система позволила засечь и приземлить подрокоптер. При помощи летательного аппарата, пока еще не установленный лицами, была предпринята попытка доставки наркотических веществ. В настоящее время материалы направлены в полицию. Проводится проверка, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело. В свертке, привязанном к беспилотнику, оказался 21 грамм героина. Это считается особо крупным размером. Но удивил сотрудников ГУФСИН не вес посылки, а способ ее доставки. Грон оказался недешевой игрушкой. Такая модель стоит около 135 тысяч рублей. Технику злоумышленнику, разумеется, не вернут. А за сбыт зелья он рискует сам попасть за решетку. В Новосибирской области будут судить браконьера, который незаконно поохотился в Краснозерском районе. В сентябре прошлого года 55-летний мужчина попал в поле зрения правоохранителей практически сразу после совершения преступления. В местных угодьях, в пяти километрах от села, он подстрелил лося. Тушу животного привязал к своему автомобилю и отвез в укромное место, где разделал добычу. Кстати, по кровавым следам его и вычислили. Ущерб составил 80 тысяч рублей. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Сумма причиненного ущерба составила 80 тысяч рублей. В рамках расследования уголовного дела в качестве вещественных доказательств были изъяты автомобиль «Нива» и охотничье ружье. С целью возмещения ущерба судом на имущество фигуранта наложен арест. В настоящее время уголовное дело расследовано и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Жительница Красноярского края убила своего мужа, закопала на участке. Наследователи, несмотря на то, что прошло уже два года, продолжали ее подозревать. Они предупредили женщину, что собираются перерыть огород. Тогда бесстрашная дама извлекла останки супруга из земли, расчленила и попыталась уничтожить улики в собственной бане. Но не вышла. За ней наблюдали оперативники. Предполагаемую убийцу арестовали, и она начала давать показания. Другие криминальные истории, которые произошли у наших соседей, в рубрике «Территория Сибирь». В Иркутске больше 50 человек обманули хитроумные аферисты. Злоумышленники звонили своим жертвам и говорили, на их сбережения нацелились мошенники. Чтобы сохранить деньги, нужно сообщить все данные карты, в том числе и код безопасности, указанный с обратной стороны кредитки, или установить шпионское приложение. Потерпевшие лишились 4 миллионов рублей. Полицейские опасаются, что это только начало. В Омске сыщики поймали торговку оружием. Женщина пыталась продать штык-нож за 15 тысяч рублей. Однако вместо покупателей навстречу пришли оперативники. Штык-нож винтовки Маузер К-98. На клинке имеется маркировочное обозначение производителя. Коллекцию из 20 клинков дама якобы получила в наследство и даже не подумала, что ей нужно оформить специальное разрешение. Следователи возбудили уголовное дело по факту попытки сбыта оружия. Часть экспонатов еще изучают эксперты. И снова Омская область. Там гаишники устроили настоящую погоню. Пилот шестерки не собирался останавливаться, и полицейским пришлось пойти на крайние меры. Оказалось, что за ролем легковушки был 20-летний парень, который не имел водительских прав, а его машина вообще не стояла на учете в ГИБДД. В Красноярске будут судить железнодорожного дебошира. Житель Бурятии начал пить и едва зашел в вагон. Он ругался матом и в итоге набросился на начальника поезда. Железнодорожник получил удар в глаз и еще два в шею, а буйного пассажира смогли скрутить только подоспевшие полицейские. За хулиганство и побои нарушителю общественного спокойствия грозит 7 лет колонии. Виталий не успокоился. Розчик из Таштагола тоже попал в историю из-за алкоголя. Он работал в продуктовом магазине, но потом его уволили. Мужчина напился и решил отомстить. И последняя минута славы для новосибирской студентки. Ролик начинающей певицы с композиции в стиле шансон набирает популярность в сети. Но дело здесь не в качестве контента, а скорее в личности автора. Мир криминала решила воспеть, возможно, будущая сотрудница полиции. Клип со столь многообещающим началом уже собрал сотни тысяч просмотров на известных городских пабликах. О такой популярности 19-летняя студентка Сибирского института управления при Академии госслужбы, наверное, даже не мечтала. Правда, пиар получился скорее черным. Композиция «Ауе-стайл» мало кому пришлась по вкусу. На ролик обратили внимание во многом из-за того, что поймавшая хайп начинающая шансонная дива в данный момент замужем за полицейским. И к тому же сама в будущем планирует служить в органах. Хотя по тексту песни такого не скажешь. Вместе со Славой к исполнительнице, взявшей псевдоним Раскольникова, могут прийти и проблемы. Как стало известно, ее отчислили из вуза. Правда, по имеющейся информации, официально из-за проблем с успеваемостью. Однако руководство учебного заведения все же не в восторге и от творческого порыва студентки. В институте уже заявили, что подобное поведение недопустимо и порочит сотрудников правоохранительных органов. На этом пока все. Телефон редакции 310-2005 доступен каждый будний день с 12 до 6 вечера. Если вы сняли на видео преступления или происшествия, присылайте нам. Мы покажем ролик в эфире. В студии работала Мария Никитина. До встречи на канале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова